Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. И сегодня у нас будет просто сногсшибательный обзор аксессуаров из каталога Арифлейм номер 7. Это летний чудесный каталог, в котором у нас целая огромная вставка, как будто каталог в каталоге, в серединке, даже с отдельными страничками. Целая вставка новых аксессуаров. И здесь у нас и бижутерия, и сумочки, и платки, шафы, и разные сюрпризы. Итак, начнем по порядку. Сначала я вам расскажу про коллекцию сумочек, потому что, мне кажется, она самая объемная и самая интересная. И начну с той сумочки, которую я заказала себе. И объясню, почему я ее заказала. Эта сумочка сделана из соломки, она даже пахнет соломкой. И я ее выбрала из всего огромного ассортимента, потому что у меня почему-то в последнее время тянет на все такое натуральное, качественное. Поэтому эта сумочка меня зацепила с первого взгляда, и она очень веселая. Подойдет под огромное количество летнего гардероба, потому что все подходит. Лен, хлопок, разные расцветки цветов. Что в ней интересного? У нее есть такая маленькая ручка, завязанная как косичка. Косичка длинная, веревка, которую можно перекинуть вот так вот через плечо, и она будет вот так вот достаточно уютненько лежать на боку. Потом у нее есть пумпошки, которые отстегиваются, такие веселенькие. Можно их, кстати, снять и перекинуть куда-нибудь, я не знаю, на буску, я не знаю, куда угодно придумаем что-нибудь. Мы же, девчонки, такие фантазеры. Открываем сумочку, открываем. А внутри у нее тут специальная бизнес-вставка для того, чтобы держала форму. Но она, кстати, и так отлично держит форму. Что внутри? Маленький кармашек, никакой молнии нет, да и не нужно в такой маленькой сумочке. И что в нее может поместиться? Я беру свой телефон, кидаю в сумочку, и он замечательно там размещается. Для меня это самое важное, потому что и карта привязана к телефону, и, в общем-то, вся работа и полжизни у меня находится в телефоне. Поэтому, если он поместился в сумочку, то эта сумочка, тест-драйв проходит и становится участником нашей коллекции. Чудо! Кстати, под нее можно будет еще и шляпку заказать. Посмотрим. Следующая, посмотрим, такой клач-кошелек. Такая яркая, классная расцветка. Смотрите, сюда мы положим в один отсек денежки, никаких молнии внутри нет. И очень-очень много карточек для подкарточки. И под замочком для мелочей. То есть, всякую мелочевочку можно положить просто под замочек. Вот такой классный кошелек. И я сразу к нему же покажу, что можно подобрать. Например, надо что-то яркое здесь. Вот, кстати, тема. Смотрите, вот такой классный кошелечек. Точно такой же орнамент на сумке. Сумка Шоппер. Внутри у нее что-то еще есть. Интересно, это от нее или нет? Какой-то ремешок. На что он похож? Честно говоря, я даже теряюсь в догадках, что это такое. Может быть, вы мне подскажете. Внутри есть карман на молнии. Сама сумка тоже на молнии. Это очень важно. Потому что, когда мы идем за покупками, нам надо их закрывать, чтобы это было выглядело эстетично. А самое главное, я вспоминаю все время фильм с Мироном, когда он демонстрировал брюки, которые легким движением руки превращались. 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 Шорты. Но у него ничего не вышло. А у нас получилась вот такая огромная сумка. Смотрите, как оригинально эта вставка смотрится. И самое главное, что мы в этой сумке теперь сможем таскать все, что угодно. Отправляться за покупками лучше с мужем, чтобы не носить тяжести. Потому что на такой объем сумочки полезет даже мешок картошки. Так, убираем сумку в сторону. Но к ней, вот я увидела, еще есть такая косметичка. Точно такой же орнамент. Тоненькая, легенькая. На замочке. Внутри кармашков нет. Просто подкладочка. И я вот люблю такие легкие вещи. Невесомые, в которые поместится как раз самое-самое необходимое. А зачем с собой носить много? Особенно летом. Девчонки, напишите в комментариях, какую косметику вы всегда носите с собой. То есть, чтобы чувствовать себя уверенной в любую минуту, что вы с собой носите в косметичках. Так, посмотрели две сумочки. Еще меня очаровал вот этот клатч. Честно говоря, я в каталоге даже на него не обратила внимания. Но очень даже зря. Вот видите. Он абсолютно плоский. То есть, тоненький. Закрывается на клепочку. То есть, магнитная такая клепочка. Нет, не магнитная. Надо вставлять. Клепочка. А далее здесь у нас брошь, которая снимается. Съемная такая брошь, которую тоже можно куда-то при желании приспособить. На блузку, например, на волосы. Или просто оставить здесь как красивый яркий аксессуар. Мне очень нравится, как она здесь смотрится. Ручка, которую можно носить вот так. Повесить на руку. Да, так будто халл, чтобы... Очень удобная штука. Я, знаете, как обычно клатчи нашу? Вот так руку продеваю. Нет, не так. Вот так. И вот так. Вот. Далее. Внутри. Внутри карман есть. Даже не один. Есть очень много карманов. Даже есть инструкция, как пользоваться брошью. Очень много отделений, как в кошельке, чтобы туда положить карточки. Скидки разные. Один карманчик на молнии. И вот такой вот объемчик. Попробуем, как телефон помещается в эту сумочку. Шикарно. Он на месте. То есть по формату, если сравнивать с каталогом, например. Вот я кладу каталог сзади. Если так, то она получается чуть-чуть меньше каталога. Небольшая и очень уютная, красивая сумочка. Главное, свой телефон здесь не оставить. Следующая малышка. Очень красивый цвет. Такой нежно-сероголубой оттенок. Как я люблю, чтобы цвет был не слишком яркий. И в то же время он такой вот, ну, как дополнение к, в общем-то, практически к любой одежде. Нейтральный оттенок. Можно с любой вещью носить такую сумочку. Тоже закрывается на магнитик. Оп. Далее. Внутри. Осмотрим внутри. Замка нет. Он и не нужен в этой сумке. Просто большое отделение. И одно отделение на молнии, где мы спрячем самое ценное, чтобы оно не выпало нечаянно. И проверяем телефон. Спокойно, естественно, ходит. А по сравнению с каталогом... Но каталог в нее точно не поместится. Никаким образом, я так думаю. Нет. Никак. И по сравнению с каталогом, она вот такая. Небольшая. Хорошая. Нужная сумочка. Я, кстати, уже давно переехала в маленькие сумочки. А если я куда-то отправляюсь, когда мне надо с собой взять побольше вещей, то я беру просто рюкзачок. Так, следующая сумка. Она сделана прям подлен. Льняная ткань. Но она утяжелена за счет вставок. Здесь вставки под кожу. Ручка такая. Она прям качественная. Я чувствую по сумке, что она очень будет выносливая. Что значит выносливая? Будет много груза переносить. Укрепленное дно. Оно, кстати, тоже тканевое. Но вот все, что по шву идет, это все сделано под кожу. Материал. Сумка очень глубокая. Она как торба. Сумка торба. Нету в ней молнии. Есть только застежка на клепочку. И так. Все, захлопнулась. Внутри большой подвесной карман. Он тоже такой льняной. Достаточно плотный. И он застегивается на молнии. Все. Расстегнули. Застегнули. То есть карманчик такой плотненький. Ну и все. В общем-то такая вот сумка. Светлая, классная. Здесь есть на маленьком карабинчике оригинальная подвеска. Которую тоже можно носить или не носить по желанию. Так. Следующая вещь. Сумка. Лаковая. Я вот не сняла с ручек целлофан. Потому что сумочка совершенно новенькая. Лаковая сумочка. Она очень похожа на ту, как у нас была розовая недавно. Как недавно? В прошлом году. А эта сумка оригинального такого цвета. Более классический оттенок. Серый-бежевый цвет. Ну как я его вижу. Я художник. Я так вижу. А внутри она ярко-розовая. Подкладка ярко-розовая. Можно носить сумку за две ручки. Просто в руке. Или добавить ремень. Который на карабинчик вцепляется по бокам. И ремень двухсторонний. С одной стороны он светлый. С другой розовый. То есть если вы хотите добавить акцент. То можно так вывернуть. Если хотите не акцентировать на розовом цвете. Внимание. То выверните так. Но он все равно будет по блеске. Будет красиво. Сумка закрывается на молнию. Молния двигается хорошо. Это классика. Это для тех девочек. Которые ходят в офис на работу. И так далее. Внутри два формашка для мелочи. И один карман на молнии. В который мы тоже прячем самые ценные вещи. Хорошая сумка. Я такие люблю. Так. Дальше. О, это еще не все. У нас еще сумка. Тоже оригинальная. Такая торбочка. Она затягивается по бокам. То есть если мы в нее что-то положили. Мы можем так вот затянуть. И у нее одна ручка. Кстати, я вижу, что ручку можно отцепить. То есть она отцепляется на карабинчиках. Значит, ее можно куда-то перецепить в другое место. Давайте поищем, какие сюрпризы в этой сумке скрыты. Во-первых, я обнаружила, что у нее есть замок, который располагается прямо по донышку. А донышка, кстати, оранжевая. А здесь она ярко-розовая. Такая даже малиновая. И если я воспользуюсь молнией, что же получится? Мне уже даже самой любопытно. Так. И сумка превращается в большую сумку. Это будет выглядеть так. С одной стороны она однотонная. Нет, не однотонная. Внизу розовая, сверху малиновая. А с этой стороны у нее оранжевое пятно такое, розовое и малиновое. Короче, она становится разноцветной. Но я так и не поняла, зачем нам отстегивать ручку. И куда ее потом перестегивать. Вот. Я остаюсь в вопросе. Возможно, вы знаете ответ на этот вопрос, а мне подскажете. Двигаемся дальше. Еще. Сумка в сумке. Это, как я всегда говорю, сюрприз. Сумка в сумке. Я просто положила в мешочки. Вот. Косметики. Выглядит это так. Отдельная сумочка ажурная. Очень красивая. Такая дамская. Мне кажется, это сейчас очень модно. А внутри вот такая сумка. Плотненькая. Она чем-то... Внутри у нее какой-то паралончик лежит. Под черной подкладочкой. Собственно, она вся яркая, желтая, в черную точечку. И в эту сумку мы складываем все вещи, которые нам нужны. Закрываем и убираем. Вот сюда. Все. Закрыли. И нанесем. Когда нам нужно что-то переложить, мы достали сумочку. Это стоит у нас. Мы ее не трогаем. Кстати, можно и отдельно носить, если у вас есть какие-то вещи, которые вы готовы показать. Почему бы и нет. Очень красиво. Прям прикольно. Материал сделан под кожу. И что мне нравится, прям внутри, когда смотришь, что... Если не присматриваться, то реально думаешь, о, это кожа. Красивая, дорогая сумочка. Супер. Мне понравилась она. И осталась еще одна сумка-кокетка. Кокетка. Это я в кавычках, потому что такие сумки огромные, мешковидной формы, кокетки назвать, конечно, невозможно. Но, что я про нее скажу. Выглядит как мешок. То есть ткань мешковина. Прикольная очень аппликация проклеенная. Я не знаю, можно ли будет ее стирать, эту сумку, или нет. Но я бы, наверное, не стала. Но я думаю, в этом не будет особо необходимости. К ней крепится такая отдельная косметичка, которую мы убираем вовнутрь, чтобы спрятать наши какие-то ценности. Вот так, чтобы их никто не видел. То есть мы ее брали, закрыли. Все. И там лежит самое дорогое. Что еще сказать? Наклепочки. Закрывается. Не уменьшается, не увеличивается. То есть сумка такой и останется, как и запланировано от начала до конца. Давайте посмотрим. Теперь я вам сумочки показала. По-моему, все. Ну что, давайте выберем, какую сумку вы себе хотите заказать. Я уже раскрыла свой секрет сразу. Я выбрала эту сумочку. Напишите в комментариях, какая сумочка очаровала вас. И почему вы выбираете именно ее. Жду обратную связь. Если видео понравилось, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...